Конь, скатерть и рожок Жила-была старуха, у ней был сын-дурак. Вот однажды нашёл дурак три гороховых зерна. Пошёл за село и посеял их там. Когда горох зашёл, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что сидит на нём журавлик льёт. Дурак подкрался и поймал журавля. О, говорит, я тебя убью. А журавль говорит ему, нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам. Давай, сказал дурак. И журавль дал ему коня, говоря, если тебе захочется денег, скажи этому коню. Стой! А как наберёшь денег, скажи но! Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал. Стой! Конь рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал но! И серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлём и повёл коня домой. Взвёл на двор и прямо привёл его к матери в избу. Привёл и даёт ей строгий наказ. Матушка! Мне говори стой! Говори но! А сам тут же ушёл на горох. Мать была долго в раздумье. Для чего говорил он мне такие слова? Да и скажу стой! И сказала. Вот конь и рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою корабью. И как удовольствовалась, сказала но! Меж тем, дурак опять застал на своём горохе журавля. Поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал. Не бей меня. Я тебе гостинку дам. И дал ему скатерть. Вот как захочешь ты есть, скажи развернись. А как поешь, скажи свернись. Дурак тут же сделал опыт. Сказал развернись. Скатерть развернулась. Он наелся, напился и говорит. Свернись! Скатерть свернулась. Он взял её и понёс домой. Вот, смотри, матушка. Не говори этой скатерти развернись. А говори свернись. А сам дурак опять пошёл на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что с конём. Сказала развернись. И начала гулять, есть и пить. Всё, что было на скатерти. Потом сказала, свернись. Скатерть и свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостиниц рожок. И, поднимаясь от него кверху, сказал, дурак, скажи из рожка. Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили два молодца с дубинами и начали утюжить дурака. И до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал «В рожок!» И молодцы спрятались. Вот дурак пришёл к матери и говорит. Матушка, не говори из рожка, а говори в рожок. Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала «Из рожка!». Сейчас выскочили два молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во всё горло. Дурак услыхал крик. Бежит со всех ног. Прибёг. Хвать! А дверь на крючке. Он и закричал «В рожок! В рожок!». Старуха, опомнившись от побоев, подперла дураку дверь. Дурак взошёл и сказал. «То-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то!». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит. «Стой, добрый конь!». Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и начали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «Но-о-о-о!». И конь опять явился. Только без хвоста. Видит дурак, что время гостей потчевать. Вынул скатерть и сказал «Развернись!». Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал «Свернись!». Скатерть и свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь!». Изволь, сказал дурак, для вас можно. И приносит рожок. Гости прямо и закричали «Из рожка!». Откуда не взялись два молодца с дубинками? Начали колотить изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стали жить да поживать, да больше добра наживать.